Всем привет, ребят! С вами Лего, и сегодня у нас комьюнити хайлайт от 17-го числа. Я вчера их не записал, но запишу сегодня, конечно же, в официальной группе игры Last Day on Earth. Поехали! Неделя началась вот с этой годноты от группы Last Day on Earth Калина Красная. Я, кстати, посмотрел видос, я вообще угорал, блин. Я бы сам написал владельцу этого канала, и помню, я даже уже писал. Есть чему поучиться, конечно, очень прикольно. Ну, никто, конечно, секретов своих никому никогда не расскажет. Поэтому, эх, обидно. Я тоже хотел сделать модельку и посадить ее на стрим. Типа, я с ней сижу, базарю, а он такой на меня будет кивать и отвечать. Блин, это классная была бы задумка. Ну, конечно же, я ее рассказал, и кто-то ее непременно заберет. Но так ладно, посмотрите вы видос сами, а мы поехали дальше. Порадовал прикольным вариантом герба игры. Очень хорошо нарисовано, интересно. Не думал ли он создать свой клан? Братство красных труселей, например. Last Day on Earth. Здесь у нас топор для добычи дерева. Причем еще какой-то, знаете, такой первобытный. И калашик, и все это крест-накрест. Time to survive. Время выживать. Прикольно. Ну, не знаю, мне кажется, натянута. Наверное, ничего не было другого. Максим Руденко уже достаточно давно прислал нам эту работу. Но только сейчас до нее дошла очередь. Вообще, лего-работы мы получаем частенько. Но эта интерпретация нашего арта особенно понравилась. А это, получается, у нас самопал. Он что, реально газовыми баллонами стреляет? Вообще, знаете вот это, что это за штука? Напишите, ребят, в комментарии, если вы не знаете. Или, если вы знаете, мне очень интересно почитать, что же новое поколение, как бы, детишек или школьников, или людей скажут, что это за такой заболончик. Это была крутая штука. Ну, ладно, я не буду рассказывать. Ребят, в общем-то, напишите, если вы в курсе, что вот это за заболончик. Блин, я уже даже подсказал. Кстати, самопал прикольный. Ну, это просто для прикола. Я уже думал, он куда-то как-то сюда, что ли, вставляется курок. Причем, все сделано реально из лего. И откуда ты даже накопал, чувак, патроны. Изолентно он там использовал. Ключи даже у него здесь есть на 8, на 10. Зачем они им учеными крутил? Что-то я не понял. Так, вот это забавно. Вот это мне тоже понравилось. Вьетнамское сообщество Пэл-Доя предложило свой вариант моста через реку. Слабо собрать столько ресурсов. Не совсем понятно, зачем столько моторов. Мы бы их заменили на миллион веревок. Или на доски в 700к, наверное, в самый раз. Охренеть! 50 тысяч двигателей! Ну, нет, сюда реально двигатели надо убрать. А так задумка реально классная. Почему бы не сделать конец игры в этой игре, создав мост и, допустим, уйти со своего континента? Ну, конечно же, конца в игре не будет, потому что конец игры, ребята, я вам открою секрет, определяйте вы, то есть игроки, зрители. Пока проект интересен, он будет создаваться. Это то же самое, как и сериал Игры Престолов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой сезон. И девятый, и десятый, и одиннадцатый, и двенадцатый, может быть. Только в том случае, если вам он будет нравиться. Также, конечно, и от создателей и от разработчиков многое зависит, потому что они направляют как раз-таки вот эту тенденцию нравится и не нравится. То есть, если они пилят годноту, людям нравится, идет продолжение. Если они пилят и людям не нравится, понятное дело, это уже не годнота. Значит, можно как бы и игру смело выбрасывать в мусорку. А если годнота, ты в нее будешь играть до потери пульса и говорить, где еще, дайте добавки, лего, где стрим. Кстати, стрим буду я проводить завтра, будем восстанавливать нашу базу. Левел у меня восемьдесят девятый, все дюп-штуки у меня убраны, и поэтому, ребята, возрадуйтесь. Все стало на свои места, как и должно быть, и я не против этого. Я очень рад к тому, что я вернулся как бы в то место, где и должен быть без дюпа. То есть, дальше буду продолжать брать свой второй девяносто девятый левел. Ребята, а если вы хотите посмотреть прикольные, уникальные, как это назвать, даже контентик и мысли, заходите прямо сейчас в мою группу ВКонтакте. Внизу есть все ссылки в описании. Там сейчас будет создаваться очень интересный опрос, в котором вы должны, ребята, принять участие. Не забывайте туда подписаться. Прикольный чертеж моста. Вот еще одна работа из Лего. Тоже давненько прислали. Автор Давид Тумасян. Это разбитый самолет, насколько я понимаю. Хотя самолет же... Так, давайте разбираться. ЛСДНР, Сурвайвл, площадка. Ну да, да, вот же типа крыло, турбина. Вот это больше на лодку, что ли, похоже. Не знаю, может это какой-то грузовой самолет. Ящики, и подходит чувак и пытается залутать. Прикольно, да, то, что мне очень как бы нравится, что у детей очень большая база конструктора Лего. В моей молодости, в моем детстве был, по-моему, только один или два всего лишь конструктора. А сейчас это стало легкодоступным, и у детей есть очень много, получается, конструкторов Лего. Из этих деталек они могут уже свое, что-то собственное создавать. То есть там же идет как бы по коллекциям. Там же нет такой коллекции Лего Ласт Дэй Умерф. Хотя прикольной идеей было бы в Лего запустить линейку конструкторов по выживанию. Я бы сам бы с удовольствием даже покупал бы, потому что это бы выглядело реально стояще. А что, классная идея. Может быть, в Лего написать? Попробую я это сделать. Рисунок подписчика в Facebook по имени Раф Ашикап, который стал обложкой выпуска в этот раз. Очень миленько. Не часто попадаются такие работы. Да, мне нравится тоже. Это, знаете, в какой-то игре тоже было. Вот такие вот маленькие человечки сражаются против зомби. Все так как бы... Ну, не то, что не атмосферненько. Все просто красивенько. Я бы даже так назвал. Реально красивенько. Но не атмосферненько. Просто красиво изображен чувак с шотганом. Зомби очень классно нарисован. Ягодки, кусты. Все реально круче. Я признаю, я бы так не нарисовал бы никогда в жизни. А вот это, это жесть. Пришла в фотографии фигурки Чоппера. Работа авторская. Дым настоящий. Настоящий. Что? А, дым только настоящий. Ну да ладно. Это Чоппер просто каких-то богов. Смотрите, у него за место колес шарниры, как я понял. Он что, ездит на шарнирах? Это как вообще можно было такое создать? Ну, выглядит просто шедевр реально. Мне кажется, еще жопу нужно было сделать с двух коляс. Есть же как бы трехколесные Чопперы. Вообще просто огонь. Вот сюда не дым надо было, а огонь. Кстати, я заметил тенденцию, что в прошлом году был огонь. В этом году тенденция стал дым. Кстати, заметьте. Нас поражает клан-сообщество. Народ столько сил вкладывает в их создание и поддержку. Мы намеренно пока не затрагивали эту тему, так как онлайн еще нет. Но рубрика посвящена работам игроков, поэтому хотим ответить оформление одной из групп. Ниже вы видите лейбл будущего клана от их художника по имени Роман Спасов. Офигеть. Вообще Роман делает много годноты. Ее вы уже сможете найти здесь. Кстати, у ребят тоже есть бот, которого они обучили разными штукам. Офигеть. Арт. У меня тоже есть художница, которая очень классно рисует. И я примерно знаю, что делать на зимнюю шапку. Потому что скоро будет зима и нужно будет обновлять, получается, мою шапку. И я примерно понимаю, в каком ключе я буду это выпрашивать. Но лица, конечно, не прорисованные. Если зайти на... Как бы, если зайти на мою ссылку, то у меня тоже рисованная шапка. Если вы не знали, полностью тоже авторская работа. И, ребята, тоже подскажите мне, пожалуйста, что нужно будет сделать. Здесь у меня как раз-таки слева как бы постапокалипсис, а с правой стороны у меня такая рабочая жизненная обстановочка. Здесь, конечно же, фон бодрый. Прямо сверхбодрый. На этот выпуск закончим. Следите за нашими новостями. Не пропускайте рубрику. На следующей неделе тоже будет кое-что интересное. Но я еще зашел в Facebook и тоже посмотрел, что здесь готовят. Здесь также говорят про вьетнамское комьюнити. Говорят про мост. То же самое. И вот это мне понравилось. Аудитория сразу потихоньку начинает интересоваться игрой Last Day on Earth Survival. Сюда добавили рецепт болтовки и написали Rusted Gun. Растовское оружие. Это винтовка, которая стреляет одним выстрелом. И раньше она в голову ваншотила. Сейчас она, по-моему, отнимает 81 хп. И если ты в броне, конечно, в голове. Ну, то есть и даже если ты попадаешь, допустим, в части головы, не в броню, она, по-моему, тоже ваншотит. Прикольная штука. Но на нее потом можно было одевать оптику. В смысле сейчас в Rusty. Здесь, блин, я вот, видите, если я играл в Rust, для меня это ностальгически. А вы просто видите, как будто бы это какая-то обычная винтовка. Для меня она необычная. Также мне очень понравилась работа Кампера Ландбанга. Я так понял. Это арт, собственно, наручно нарисованной лодки. Я тоже хотел об этом сделать отдельный ролик. Но уже кто-то вот опередил. Но я все равно создам его, потому что у нас будут ласты, как я понимаю, у нас будет маска. Почему бы реально не сделать крафт в лодке, чтобы летом можно было бы куда-то переплывать, переплавляться. Реально красиво выглядит. И она одноместная, что ли? Ну да, по-моему, одноместная. И видите, здесь еще и земля как бы вырвана. Как будто она стоит на причале, вода. И тут какая-то стрелка, типа, пройдите туда, и там будет дом. Очень прикольно. Ну и, в общем-то, здесь все то же самое, что вы видели и в группе ВКонтакте. С вами был Лего. Ждем информацию. Завтра готовьтесь. Завтра я буду стримить. Ближе к вечеру, ближе к 4, к 5 по Москве. Пишите комментарии. У меня есть очень хорошая идейка, которую я буду завтра осуществлять на стриме. Так что приходите. Всех жду. И не забывайте подписываться на канал и группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем пока-пока.